Всем привет! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодняшнее видео будет про похудение. Недавно я записывала видео о том, что не есть для того, чтобы похудеть, и подробно рассказывала, от каких продуктов и блюд мы с Лидочкой отказались для того, чтобы похудеть. И ссылку на него я оставлю внизу в инфобоксе. Также у меня есть видео на тему питания, где я рассказываю о том, что мы едим, и показываю. Тем не менее, вопросы постоянно поступают, и некоторые даже пишут о том, что мы ничего не едим, и вообще удивительно, как мы до сих пор живы. Поэтому сегодня я еще раз подробно обо всем расскажу и немного остановлюсь на завтраках, на обедах и на ужинах. Итак, давайте начнем список, как всегда, на готове. И первое, с чего я начну, это мясо, птица, рыба, морепродукты и дичь. Все это мы употребляем ежедневно, иногда несколько раз в день. Из мяса мы в основном едим говядину и телятину, реже свинину, несколько раз в месяц, а баранину употребляем очень редко, может быть, несколько раз в год. Затем птица. Ну, конечно же, это курица, мы ее очень любим и едим довольно-таки часто. Также это индейка, а утку мы употребляем редко, тоже несколько раз в год, потому что она очень жирная. Рыба. Рыбу едим любую, жирную, нежирную. И даже если рыба жирная, рыбий жир полезен и для организма, и для похудения. Поэтому рыбу можно употреблять абсолютно любую, вне зависимости от того, жирная она или нет. Морепродукты. Морепродукты едим не так часто, потому что в Москве довольно сложно найти свежие морепродукты, поэтому когда находим, тогда покупаем и употребляем с большим удовольствием. И, наконец, дичь. Ну, здесь мы едим в основном кролика, все остальное значительно реже. Кролик, он тоже очень полезный. Если он вам нравится, то смело можно его употреблять, часто, потому что мясо легкое, диетическое, полезное. Так что вот эти вот продукты мы ели, едим и будем есть. Их можно употреблять во время похудения. Так что вот это все мы едим. Затем овощи и зелень. Ну, овощи мы едим абсолютно любые, кроме картошки. Картошку мы заменили бататом. Я об этом рассказывала, говорила, и у меня вот часто тоже спрашивают, в чем смысл замены, потому что батат, он тоже как бы калорийный. Но картошка в любом случае калорийнее батата, плюс калорий, как вы знаете, я не считала, не считаю, считать не собираюсь. И тут суть в том, что в картошке очень много крахмала, и она не настолько полезна. Батат, он очень полезный, там масса-масса полезных веществ. Его употребляют даже спортсмены, те, которые худеют, находятся на сушке. В общем, вот именно такие вот спортсмены-спортсмены. И все люди, это считается полезным диетическим продуктом. Поэтому вот из этих соображений мы его как бы заменили. То есть, если хочется что-то типа картошки, то смело можно есть батат. От него будет только польза, и никогда мы не поправимся. Ну, что касается овощей, ну, это абсолютно все овощи. Я думаю, даже смысла нет перечислять. Все то, что вам нравится. И овощи мы употребляем в разных видах. И сырые, и отварные, и запеченные в духовке, и в виде, и на пару, и в виде всяких лечо. Всевозможных, в общем, во всех, во всех видах и интерпретациях. То есть, их можно употреблять, из них можно готовить массу всевозможных блюд. То есть, тут все зависит от ваших вкусов, предпочтений. Можно употреблять абсолютно любые овощи. И то же самое относится к зелени. Тоже абсолютно любая зелень. Зеленые салаты, рукколы и петрушка. Ну, все-все-все, что вам нравится. Тут нет абсолютно никаких ограничений. Сельдерей тоже очень полезный. Ну, в общем, тут с этим все ясно. Все овощи и вся зелень. Затем фрукты. Фрукты едим абсолютно все. И ели все, что я сейчас вам говорю. То есть, мы вот на этом худели. То есть, мы ели, едим и будем есть. То есть, фрукты абсолютно любые. Сюда входят и бананы, и виноград. Мы не отказывались ни от бананов, ни от винограда. Единственное, ну, как бы старались есть в умеренных количествах. И не есть на ночь, например, там бананы или виноград. А так, в общем-то, абсолютно любые фрукты. Все это мы ели, едим и будем есть. Затем ягоды. Ну, то же самое относится и к ягодам. Тоже абсолютно любые ягоды. И сезонные ягоды, и в замороженном виде. То есть, вот как бы здесь тоже никаких ограничений. Сухофрукты. Сухофрукты мы тоже употребляем. В основном это финики, это сушеный инжир, это клюква, ну и другие сухофрукты. И единственное условие, они должны быть в натуральном виде. То есть, без добавления сахара. А так, пожалуйста, их можно употреблять. И вот сухофруктами мы заменили сладости. Тоже очень многие пишут, что финики калорийные. Но, опять же таки, повторю, что калории мы не считаем. И никогда считать не будем. Затем продукт натуральный, значит, его можно употреблять. Сахар он не содержит. Его можно употреблять в умеренных количествах. То есть, и как бы все нормально. Затем молочка. Молочные продукты. Это творог, йогурт, ряженка и сыр. Насчет молочных продуктов. В последнее время ходит очень много разговоров. Кто-то спорит и доказывает, что это очень вредно. Кто-то говорит, что это здоровое питание. Вы знаете, хоть я и перешла сейчас на правильное питание и на здоровое питание, но я не тот человек, который впадает в крайности. И я до такой степени в этот вопрос не углубляюсь. Я молочные продукты употребляю, потому что я их люблю, они мне нравятся, они помогают похудеть. Поэтому, ну, я не знаю, полезны они или нет. Как бы до такой степени, как я уже сказала, я в этот вопрос не вникаю. Потому что я считаю, что, ну, бесполезно до такой степени. То есть, я этим не интересуюсь. Если об этом думать, то вредно все, вредно жить, вредно дышать этим воздухом, которым мы дышим. Ну, и много чего вредно. Поэтому молочку я употребляю. Единственное, молоко я не люблю, и я его употребляю только вот в каше. Я варю кашу на молоке, потому что на воде я кашу есть не могу. И немного его добавляю, как бы вот для того, чтобы сварить кашу. Так я его не пью и больше не употребляю. Но творог я очень люблю. И ем все сорта творога. Также йогурт, ряженку, йогурт натуральный, ряженку и сыр. Сыр я тоже очень люблю, я без сыра не могу. Кто-то исключает сыр во время похудения, но мы его не исключали. И вот, как бы, несмотря на это, удалось похудеть на такое количество килограммов. Поэтому сыр мы еле едим и обязательно будем есть, потому что я без сыра просто не могу. И Лидочка тоже очень любит сыр. Единственное, мы едим несоленый сыр. Ну и стараемся, чтобы он был не очень жирный. То есть, вот как-то так, но даже и жирный можно есть. Если немного, то ничего страшного не произойдет. Потому что иногда мы ели и едим даже и жирный сыр. Но все-таки стараемся покупать более-менее не жирный. Затем это яйца. Яйца мы тоже любим и употребляем в разных видах. Обязательно яйца мы едим. Оливки, маслины, все это тоже употребляем. Все это присутствует в нашем рационе. Употребляем их довольно-таки часто. Крупы это геркулес и также гречка. Лидоша ест гречку. Иногда я гречку не люблю и не употребляю. Вот из круп единственное, что я употребляю, это геркулес. То есть, имеется в виду в повседневном рационе. Потому что иногда ем рис. Я об этом чуть позже расскажу. Затем, конечно же, растительные масла. Оливковое масло, виноградное масло. Но это все обязательно, обязательно. Это все нужно употреблять. Потому что без этого просто невозможно. Это необходимо организму. И это помогает похудеть. Затем орехи. Тоже очень любим орехи. Их употребляем, но в натуральном виде. То есть, без соли и без сахара. Либо в сыром виде, либо иногда я их подрумяниваю в духовке. Просто вот на противень и в духовку. Помещаю. Они так вот слегка подрумяниваются, обжариваются. И мы их едим. Ну, тоже как бы получается в натуральном виде. Вот. Затем мед. Мед мы употребляем вместо сахара. То есть, у нас мед. И его мы обязательно употребляем утром. Даже если мы не едим кашу, а едим что-то другое, то обязательно съедаем ложку меда. Это уже как закон такой у нас. Вот. И мед мы тоже вот как бы употребляем ежедневно. Ну, затем, конечно же, это приправы, немного соли. Обязательно мы употребляем соль. Вот, кстати, я об этом постоянно говорю. Но мне, опять же таки, многие-многие время от времени пишут, что как же так, вы без соли, вы не употребляете соль. Мы соль употребляем, но мы ее добавляем в тарелку. То есть, когда я что-то жарю, либо варю, либо готовлю, я никогда не добавляю соль во время приготовления пищи. Мы ее всегда добавляем уже в тарелку немного, солим блюдо, потому что совсем без соли тоже жить невозможно. И, кстати, ученые тоже говорят о том, что соль необходима организму. Хотя тут тоже все спорно. Кто-то говорит о том, что ее нужно исключить полностью. Но в основном все-таки все склоняются к тому, что она необходима. В общем, мы ее употребляем. Затем натуральные соки, морсы и смузи. Это все тоже как бы употребляем обязательно. Ну и чай, кофе тоже понятно. То есть, с этим все понятно. Ну, это как бы, пожалуй, все. Вроде бы я ничего не упустила. И вот, как вы видите, мы едим огромное количество всего. То есть, мы едим практически все, за исключением самых вредных продуктов, о которых я говорила в том видео. Что они есть для того, чтобы похудеть. А так мы едим все. И вы знаете, вот с этими продуктами можно при желании, можно ежедневно готовить разные блюда. И есть масса рецептов. Я вот постоянно нахожу какие-то рецепты. И даже удивляюсь тому, сколько на самом деле рецептов. То есть, если задаться целью, можно ежедневно на протяжении многих-многих лет готовить всевозможные разнообразные блюда на основе этих продуктов. И, в общем-то, каждый раз будет что-то новое, оригинальное. Но я так не делаю. У меня нет такой цели. Я особо не заморачиваюсь. Но при желании все это можно сделать. То есть, как бы вот я даже сама не ожидала, сколько рецептов есть на основе этих продуктов. Так что, как вы видите, мы едим практически все. Мы не голодаем. И это то, что мы едим, это то, на чем мы худели. И то, что мы едим ежедневно, то, что входит в наш повседневный рацион. Как я уже говорила, бывают у нас праздники несколько раз в год. Это Новый год, Пасха, Дни рождения. И также, когда мы выезжаем из Москвы, отдых, путешествия, там мы тоже отходим от этого рациона и едим как бы то, что нам хочется, если нам хочется. Единственное правило – не объедаться. А так мы можем съесть абсолютно все. Вот, например, приведу вам пример. Если мы летим в самолете, а я не люблю брать с собой еду, какие-то контейнеры, все это не про меня, не для меня. И вот мы летим в самолете, например, мы проголодались. И нас начинают кормить. И, скажем, приносят макароны, там, обычные, причем не из твердых сортов пшеницы, потому что я не думаю, что это будут какие-то изысканные макароны. Ну, в общем, к примеру, принесли обычные макароны и какой-нибудь кусок мяса. А мы голодные. Естественно, мы съедим эти макароны, ну, хотя бы там несколько вилок, да, там, вилок-ложек, для того, чтобы не умереть с голоду, что называется. То есть вот в таких ситуациях мы, например, будем есть эти макароны или, например, принесут какой-нибудь бутерброд. Кстати, тоже вот часто в последнее время такое бывает, приносят бутерброд, и там какие-то мясные закуски, сыр, такой вот типа сэндвич. Ну, опять же-таки, мы съедим это, если мы голодные. Если не голодные, то, естественно, есть не будем, но если мы голодные, то мы это съедим, потому что, ну, это как бы вынужденная мера, да. То есть, хочу сказать, что в крайности мы не впадаем. Затем, допустим, мы отдыхаем. Естественно, хочется попробовать блюда национальной кухни. Они, естественно, могут быть жирные. В этом ничего страшного нет. Мы отдыхаем не каждый день, даже если это происходит несколько раз в год, то это все нормально, это все как бы можно делать даже во время похудения. Единственное, нужно знать меру и не объедаться. То же самое, например, в отеле или там в ресторан куда-нибудь мы пойдем, да, вот во время отдыха, что-то захотелось, мы едим. Я вот, например, на утро, я уже много-много раз об этом говорила и показывала тоже. Утром могу съесть, например, круассан, если он не очень жирный. Потому что они бывают очень жирные, бывают не очень жирные. Иногда прямо вот в масле они, чуть ли не в масле плавают. Ну так, я немного преувеличиваю, но вы понимаете, да, о чем я говорю. И вот если он не очень жирный, я его могу взять и съесть какой-нибудь бублик, какую-нибудь булку там из печи, да, вот утром, например, если очень хочется. Но в основном я это делаю уже к концу отдыха, потому что понимаю, что через несколько дней мы вернемся в Москву и всего этого не будет. Ну, в общем, стараюсь как-то вот делать это к концу отдыха. То есть могу все это есть, могу съесть какие-нибудь сладости. Но сладости я люблю не очень, но если что-то очень захочется, могу тоже съесть. Также мы там, например, едим ту же яичницу, которая обжарена на масле. Но что делать? Мы отдыхаем. Как бы есть, конечно, мы можем питаться исключительно какими-нибудь там овощами, фруктами. То есть строго придерживаться какого-то режима, но я не вижу в этом никакого смысла. Мы едим яичницу и дома, и если она на масле, ничего страшного. То есть, опять же-таки, от двух недель ничего страшного не произойдет. Самое главное не объедаться. То есть я знаю свою меру, и я четко знаю, вот сколько я могу съесть, и знаю, что, допустим, это можно, а это уже будет лишнее. То есть самое главное не объедаться. Теперь, что касается... Да, вот по поводу круп я еще хотела сказать. Я рис употребляю, ну, только тогда, когда ем суши. Я очень люблю японскую кухню и горячие блюда, хотя знаю, что все это тоже там во фритюре, и все это там не очень полезно. Но иногда тоже несколько раз в год обязательно мы с Лидушей едим суши. Она тоже это очень любит. То есть мы либо домой заказываем, когда не охота никуда ехать, либо куда-то едем. То есть несколько раз в год обязательно мы это тоже вот употребляем. Но это все как исключение. И теперь, что касается завтраков, обедов и ужинов. На завтрак мы в основном едим геркулес, творог, также яйца в разных видах. В основном это омлет. И я показывала, как я готовлю омлет. Тоже там я добавляю все, что угодно. И сыр, и помидоры, и зелень, и овощи. То есть готовлю его в разных-разных видах интерпретациях. Также это может быть просто яичница, глазунья. Обязательно сыр, фрукты, мед, как я уже говорила. Ну, чай обязательно тоже, да, мы пьем. Потом я пью кофе после завтрака. В общем, как-то так вот. В основном вот это вот мы употребляем. Но опять же таки ту же кашу можно есть сегодня просто с медом. Завтра, например, с ягодами. И послезавтра с фруктами. А фруктов тоже очень много. Можно также готовить фруктовые салаты. И все это перемешивать. Либо есть отдельно. В общем, вариантов очень много. То же самое и с творогом. Можно есть мягкий творог, обычный творог, зернистый творог. Ну, в общем, и точно так же с ягодами, с медом, с фруктами. С зеленью. Ну, в общем, можно вот из этих продуктов готовить всевозможные блюда. И ежедневно есть что-то новое. Затем это обязательно сыр. Маслины и оливки, по-моему, я уже об этом сказала. В общем, вот примерно таким вот образом выглядят наши завтраки. Лидуши также ест несколько раз в неделю. Бутерброд с икрой и с маслом. Немного масла. И либо лаваш тоненький армянский. Либо какой-нибудь кусочек хлеба. Ну, в общем, это она обязательно употребляет. И употребляла, кстати, во время похудения тоже это все обязательно было. Обед у нас это мясо, овощи, зелень. Ну, тоже в разных-разных-разных видах интерпретациях. И на ужин, в зависимости от того, когда был обед и что мы ели, на обед, на завтрак, то это может быть творог. Если такой у нас легкий ужин, там сырники, запеканка. У меня есть рецепты облегченной запеканки, облегченных сырников. Также это может быть рыба и овощи, либо, например, птица и овощи. То есть, все зависит от того, когда ужин, что было на обед. Ну, в общем, как-то так. Так что вот примерно базовые, как бы, блюда и продукты у нас такие. И варьировать можно как угодно. Такое было видео, мои дорогие. Надеюсь, я ответила на все вопросы, подробно обо всем рассказала. Если нет, то задавайте вопросы и буду на них отвечать. Благодарю всех за внимание, всем отличного настроения. Удачного дня и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!